15 часов 12 минут в москве вы смотрите слушайте капитал шоу о чем другие молчат это пятница ну мы действительно здесь много говорим о мировом капитале и так уж получилось что такой жанр в ю тубе в рутьюбе и в прочем телевидении называется шоу поэтому я вас не обманываю меня зовут марат косем а мой собеседник традиционно вот уже шестой сезон главный редактор журнала и youtube канала и телеграм-канала геоэнергетика инфа борис леонидович марценкевич рад приветствовать борис привет всем добрый день ну и перед тем как мы начнем я вам напомню чтобы вы обязательно подписывались на все те ссылки которые вы видите внизу под видео заходите на мой телеграм-канал там мы продолжаем общение после того как все камеры в этой студии выключаются и наш режиссер уходит значит отмечать выходные а мы с вами там дальше обсуждаем я внимательно выслушиваю все ваши предложения и не только выслушиваю но и прислушиваюсь ним и там же вы можете задавать свои вопросы которые у вас возникают по ходу дела также вы конечно это можете делать и в контакте и в рутюбе в общем везде где мы выходим в яндекс зене по моему тоже ну в общем вся эта весь этот рекламный блок я быстренько проговорил не будем терять теперь ни минуты но перед началом традиционный вопрос как там у нас живет геоэнергетика чем она дышит живет дышит что уже само по себе приятно несмотря на то что youtube не восстанавливает монетизацию благодаря зрителям мы продолжаем работать вроде бы вроде бы не так все у нас и плохо что касается меня то завтра выходные не замечаются завтра издательство завтра и студия день тв проводит общественную конференцию под названием сверхновая россия где мне доверили тоже выступить готовлюсь будем размышлять надеюсь найти единомышленников так что не все так просто с выходными там в принципе довольно мощный состав участников насколько я знаю помимо тебя конечно безусловно но и другие участники круглого стола тоже звонкие имена скажем так да александр проханов обещает приехать будет фурсов надеюсь будет интересно а потом может быть видео посмотреть это то конечно в день тв все это обязательно выложу по моему первое время платная подписка дальше в общем все как обычно ну платные потому что зал чужой аренды дело серьезно будем следить во всяком случае дорогие друзья перед тем как мы приступим я все необычно мы начнем сегодня мы начнем с вашего вопроса на самом деле его тоже хотел задать сергей в частности задает вопрос миссия мгт выпустил документ по теме посещения запорожской аэс что в нем сущностного кроме обтекаемых пожеланий за все хорошим там действительно какой-то такой это школьные прописные истина прекратить боевые действия вокруг аэс в общем то не написано кто ее обстреливает то есть это там как-то вот в документе не было но и прочие прочие такие рекомендации как из какой-то памятки что ли такой знаешь вот как нужно себя правильно вести какое твое мнение мое мнение что мгт выполняет все функции которые на нее возложены если кто-то забыл для чего создана организация мгт эту могу напомнить для того чтобы все страны подписавшие документы о вхождении в эту организацию соблюдали договор о несопространении ядерного оружия . давать оценку кто стреляет куда стреляет они еще не дают оценку футбольным матчем не дают оценки как проходила как работает балетная труппа обязанности мгт проверить не используются ядерные материалы на атомных электростанций для производства ядерного оружия раз два не нарушается ли каким-то образом договор о несопространении ядерного оружия это вообще задача номер ноль кроме того они оценивают насколько тот или иной ядерный радиационный объект представляет опасность для населения давать политическую оценку тому кто куда стреляет точно в их функции не входит поэтому рассчитывать на то что приедет миссия магатэ и громко-громко поругает киевский режим несколько наивно так что то что они вообще рискнули туда ехать на крайне сложную обстановку которая там была на самом деле уже профессиональный подвиг то что поехал сам генеральный директор тем более подвиг для него отдельная тема что там есть свои ядерные интриги предстоят выбора нового генерального директора или продление срока то что они констатировали да и если говорить о серьезных выводах которые могут быть нельзя исключать того что результатом этой инспекции станет добавление исправление постфукусимских требований по уровню безопасности потому что натурно наблюдать ядерный объект по которому наносит удары артиллерии авиации вряд ли кому-то в мире доводилось так что я не очень понимаю почему многочисленные комментаторы ругают магатэ по этому поводу загните в устав организации загните функции которые она обязана выполнять и успокойтесь рассчитывать на то что они приедут скажут вот направление севера северо-восток гаубичная артиллерия калибра нанесла удар ребята ее интересует только как сохранность или ядерный объект нет ли опасности для населения первый вопрос второй вопрос нет ли следов того что облученное ядерное топливо использовалось для извлечения материалов которые позволяют создать либо грязную бомбу либо атомную бомбу либо ядерную бомбу они свои функции выполнили рассчитывать на что-то большее ну я понимаю политическая экзальтированность но если кто-то считает себя экспертом джентльмена устав организации магаты не является секрет даже в википедии можно найти если на то пошло так что я считаю что то что от них можно было ожидать мы и получили все остальные выводы должна делать он как вышестоящая организация отчет на 100 улег но все друзья в очередной раз напоминаю о том что полное название нашего канала независимый аналитический онлайн журнал геоэнергетика инфы и слово независимость после того как была отключена монетизация со стороны ютуба для нас стало дорогим ценным близким для того чтобы сохранять независимость вы прекрасно понимаете что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора который будет задавать нашу новостную повестку нашу так скажем стратегию тактику нам кажется не самым удобным поэтому напоминаю о том что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале где мы стараемся сообщать все новости касающиеся нашей работы наших новых проектов вы нас можете видеть на портале вконтакте вы нас можете видеть в зене вы нас можете поддерживать за счет того что у нас имеется страница на спонсору все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том что если вы хотите чтобы проект геоэнергетика инфа продолжал развиваться нам необходима ваша помощь и поддержка большое спасибо за внимание кстати говоря если не изменит память владимир путин президент россии тоже высказался что он доверяет магатэ там такая была такой была такая фраза в поддержку но вот кстати говоря те люди которые как-то их называешь комментаторы на этом они не успокоились даже после заявления президента не продолжили что-то требовать объяснил в общем на свою оценку дал генеральный директор атома человек профессионально относится ко всему да он тоже доволен тем что магатэ сумела сделать требовать от них чего-то большего каких-то политических заявлений комментариев по поводу того как идет специальная военная операция кто там кого поддерживает не поддерживает это не их функция спасибо спасибо за такой довольно подробный ответ честно говоря не многие мне кажется читали устав мгт это полезно сделать это отличный совет но неделя промчалась с нашей прошлой программы довольно быстро событий было много попробуем очередной раз припомнить самое интересное за то галопом ли но по европам точно да мы с этого начнем я знаю что ты уже наверное устал от этой темы про европейцев но ничего не поделаешь есть такое слово надо ждем конечно когда уже весь ес хором начнет скандировать вот это вот знаменитый winter is coming но пока больной перед смертью начинает потеть сегодня кстати говоря 9 сентября должно пройти совещание министров энергетики стран евросоюза которую созвала чехия эта страна сейчас председательствует в этом экономическом объединении ну новостей о том чем закончилось это собрание ну очевидно что в числе прочего там конечно будут обсуждать предложение уршули урсули его кстати по разному называют урсулы фон дер ляя на введении потолка цены на российский газ какие настроения в европе по этому поводу и какими могут быть результаты сегодняшнего заседания что мы можем сейчас прогнозировать урсула как выругался сейчас так в беседе с александром фроловым в режиме онлайн придумали слоган господин волонт нам так не хочется мерзнуть этой зимой поздно урсулушка уже пролила масло мысль конечно интересная как будет реагировать россия для тех кто не чего-то не понимал вслух все сказал владимир путин полинардом заседания восточного экономического форума если очень коротко вечером стулья утром деньги если вы многоуважаемая западная компания выполняется договор с газпромом вы получаете газ если не выполняете значит не получается договоре формула цены написано написано ваш подпись стоит стоит вы хотите другую цену всего вам доброго наилучшие пожелания и не более того настроение которое в евросоюз как не неожиданно достаточно разная то есть есть страны которые ищут потолок есть политики которые ищут потолок это тоже какой-то фантастический результат потолок ищут те у кого съехала крыша откровенно о том что нужно вводить потолок на российский газ заявляет финляндия швеция и дания три страны которые российский газ просто не получают в каких потолках говорить вообще кто такие вас тут не стояло вы не покупаете российский газ каких потолках вы говорите чехи вообще говорил о том что в этот вопрос из рассмотрения на сегодняшнем заседании просто нужно снять свое мнение высказала венгрия сказалось конечно об этом потолке можно говорить если евросоюз желает остаться вообще без российского газ конечно нужно продолжать обсуждение один из венгерских политиков вчера предложил формулу как снизить стоимость газа в два раза и остановить инфляцию может быть его кто-то услышит на мой взгляд очень простой рецепт надо снять все санкции с россии у него свое мнение венгерские политики отличаются наглостью безапелляционностью они позволяют себе думать об интересах венгрии невероятный кошмар что у них происходит поставки из россии до сокращены до предела стараниями польских панов не работает ямала европа в одностороннем порядке украина прекратила принимать российский газ через один из газопроводов через газ транспортную систему украины идет сейчас половина того что могло бы идти по договору девятнадцатого года не работает северный поток 2 стараниями сивенса не работает северный поток 1 так что в зиме подошли к тем что подошли если помнишь был ажиотажный вот этот момент когда ежедневно кто-нибудь из европейцев рассказывал насколько же процентов а то и процентов заполнены подземное хранилище газа давайте давайте ну он заполнили стало ли кому-то от этого легче теперь они попытаются придумать как еще успокоить свой электорат электорат начинает что-то понимать некоторые даже не очень хотят мерзнуть некоторые есть люди в европе которые хотят ходить в душ не два раза в месяц а ну хотя бы три не знаю что это такое вместо того чтобы в едином порыве единый европейский дух если чувствуешь дух европеец если нет надо подозревать не агент ли это кремля с поставки сжижного природного газа со стороны тех стран которые желают в этом участвовать продолжаются потому что по-прежнему наиболее высокие цены на спотовых поставках демонстрируют именно европы газ идет в тех объемах которые позволительно все остальное будет зависеть от того как сложится осень как сложится зима и мне особенно приятно что когда мы говорим о тех кто заявляет что мы самый высокоразвитый регион планеты у них там все зависит от того будет ли зима снежная будет ли зима холодная будет ли зима теплой от этого зависит их политика от этого и зависит геополитика замечательно что касается результатов всего этого как отметил виктор орбан в борьбе с россией евросоюз 4 правительства уже потерял и сегодня утром прозвучала еще одна громкая отставка министр окружающей среды молдавии вынуждена было пойти в отставку из-за возмущения по поводу того что она слишком долго запускала сайта продажи дров такая громкая громкая отставка не смогла не справилась если говорить серьезно то я действительно не понимаю как собирается зимовать европа ничего там кроме нормирования раздачи природного газа и есть подозрения даже каменного угля не предвидится это означает ну по крайней мере в исполнении германия что нормировали будут прежде всего поставки газа в промышленность а это означает рост безработицы хотя она и так уже растет практически прекращен выпуск алюминия с учетом стоимости киловатт-часов стоимость алюминия при производстве в европе получается под 6000 долларов за тонну при мировых ценах в два с половиной в две с половиной тысячи останавливается стрелитейная промышленность она у них в основном была заточена не под работу с коксующимся углом всего борьбы за экологию в переплавку лома переплавка это электроэнергия с этим у нас тоже уже не получается нарастает дефицит туалетной бумаги и всего что связано с салфетками прочими прочими что это наиболее энергоемкая часть бумажного производства в таком виде они хотят зимовать и здесь на мой взгляд для политиков европы ситуация описывается шахматным термином цуга цвангах какой ход не сделаешь все равно проиграет то есть можно взять и запустить северный поток 2 но тогда приедут инспектора из-за океана и накажут поставят в угол будет больно коленями на горухе стоять можно продолжать изобретать потолки еще что-то тогда может закончиться тем что электорат укажет где здесь дверь а может и в окно вышвырнуть так что ситуация сложная но по-прежнему политики европы говорят о том что необходимо поддерживать киевский режим вкладывать в него деньги вот эта дама которая не помнит как ее зовут то ли она то ли лена анна ленна бербак договорилась за того что ее мало интересует проблема граждан германии больше интересует собственно и ее собственное обещание киевским политикам в принципе людям и демократичны если в европейских странах таких правителей себе выбирают ну значит в этом как раз и заключается коренной интерес европейского населения с учетом того насколько покорно европейский бизнес выполняет любые пожелания своих политиков все у них идет так как им нужно с чем я собственно говоря от души их поздравляю все в порядке жизнь удалось их интересуют другие вещи не то что с ними будет вот приводя в порядок дела после своего отпуска я заметил что в европейской но очень в принципе в западной благосферии и в сми очень долго и бурно обсуждали горевший над компрессорной станции портовая газовый факел ну там в общем-то литмотив был таким что россии настолько некуда девать газ что она его настолько не хочет поставлять европе от собственность злобности там не знаю начинает сжигать просто просто сжигать просто сжигает что происходило происходило в реальности и почему этот факел погас буквально несколько дней назад ну он произошло то на самом деле давно уже ждали еще в 2018 году газпром планировал на той самой рядышком с компрессорной станции портовая запустить производство жирного природного газа среднетоннажное что собственно говоря и сделано два дня назад вот как раз во время восточного экономического форума газпром официально сообщил о том что запущен завод это две технологических линии по 750 тысяч тонн в год среднетоннажная то есть к среднетоннажным заводом спг относятся производства которых не более 1 миллиона в год но там две таких линии этот завод способен производить до полутора миллионов тонн если говорить почему это планировалось в восемнадцатом году это все что тоже под лозунгом мы готовим калининград к чемпионату мира по футболу замечательная операция прикрытия мне достойно понравилось исключительно для того чтобы горели все прожектора на стадионе было построено три газовых электростанций открыт регистрационный терминал подготовлено подземное хранилище газа и если бы наверно в газпроме не так громко смеялись то они бы еще и производства спг запустили полтора миллиона тонн в обычном состоянии то есть после регистрикации это два миллиарда кубометров то есть это годовое потребление калининградской области стопроцентная перестраховка даже в том случае если литва позволит себе прервать действующие до 2025 года договора транзите газа газ идет по магистрали минск каунас вильнюс калининград годовая мощность 2 с половиной миллиарда кубометров столько не требовалось как обычно с перезакладом а вдруг морозы так что вот на всякий случай в пятнадцатом году этот договор был подписан на 10 лет со стороны литовских газовиков не то что сопротивления не было было желание которое газпром охотно удовлетворил контракт давние есть пункт о том что если стороны не возражают он автоматически продлевается на 10 лет вот продлили как-то литовские политики в тот момент расслабились и не заметили для литовских газовых дел мастеров это благо потому что деньги за транзит идут это дает возможность как-то поддерживать в нормальном состоянии распределительную сеть работать со своими потребителями так что это действительно большое серьезное событие теперь у россии два среднетоннажных проекта спг там же в ленинградской области криогаз высоцк многие это называют проектом новотека я могу только улыбаться по этому поводу новотеку там принадлежит 50 процентов акций плюс одна все оставшиеся принадлежит газпром банку ресурсом и источником является единая система газового снабжения читать как поставки идут от газпром но при этом всем нравится называть это новотековским проектом хорошо звучит красиво теперь два проекта если криогаз высоцк это 650 тысяч тонн в год то компрессорная станция портова это уже полтора миллиона тонн и мало того там сделана криогенная емкость которая позволяет накапливать до 142 тысячах кубометров газа то есть это в принципе возможность заправлять стандартные танкера газовоза там как раз вот такой объем помещается то есть рабочая лошадка спг промышленности спг отрасли это танкеры которые перевозят до 100 тысяч тонн спг то есть вот те самые 140 миллионов кубометров как раз емкость спг у газпрома теперь развязанные руки он может позволить себе заниматься бункировкой судов к нам которые ходят по балтике на исправе как на моторном топливе у него есть гарантированная возможность обеспечить в случае чрезвычайных обстоятельств к ленинградской области регистрационное судном маршал василевский она тоже комбинированная маршал василевский можно использовать как обычный танкер в том случае если есть необходимость включается регистрационная установка и по соответствующим трубам уходит газ в обычном состоянии так что факел горел потому что шла подготовка к запуску технологический процесс там определенная есть необходимо было проверить давление прочее прочее отработали я надеюсь что финские наблюдатели которые наверняка это все в какие-нибудь серьезные бинокли могли видеть теперь могут успокоиться все в порядке напомню что указ президента 31 марта продажи газа за рубли не касается спг здесь те кто желают могут совершенно спокойно за эти как их там евро не за деньги а за евро покупать спг может быть кому-то полегшает все-таки полтора миллиона тонн это я повторюсь 2 миллиарда кубометров многим может помочь на тот момент когда проходил восточно-экономический форум запуск технологический состоялся первые 30 тысяч тонн продукции готовы все в так что могу поздравить теперь у нас два крупно тоннажных спг проекта 2 средне тоннажных спг проекта каким будет будущее можно ли вот такими средне тоннажными проектами двигаться дальше сказать сложно на компрессорной станции портовая использована технология немецкой компании линды которую улов царя небесного заставила уйти с российского рынка как что будет идти дальше остается только следить за прессы пресса сейчас скудна на сообщение пресса увлечена урсулой фон дер шульц эммануэлем макроном и прочими прочими как выглядит обстановка в россии но по понятным причинам особо много не говорят кому удалось удержаться кому штумберже заявил что ушел ну халеберт он заявил что ушел но при этом российский бизнес продал российскому менеджменту как хотите так понимать ну вот собственно мы перешли уже к общей наверно таким внутри российским делам международная панорама я так понимаю кто и большой радости закончилась на этом на самом деле она уже закончилась во второй части ответа на предыдущий вопрос давай вот наверно такой вопрос общий философский если если позволишь конечно смаковать все то что происходит в европе вот как раз то что то о чем мы говорили в первом вопросе можно довольно долго и мы люди которые ну чего греха то есть любим по ехидничать всячески над этими ребятами но для россии насколько я понимаю важны два момента первый привычный для нас рынок сбыта явно дает дуба раньше срока и помешать как-то этому самоубийству мы никак не можем можем только наблюдать но при нынешних ценах доходы от продажи углеводородов это не менее половина доходов государственного бюджета россии следовательно следовательно для того чтобы сохранить и сохранять и продолжать сохранять возможность развития нам нужно где-то найти новых потребителей то есть соответственно выстроить новые схемы поставок ну придумать как получать от потребителей как ты говоришь деньги а не доллары с евро это еще на прошлой передаче с капитализм сделал значит это выражение но вот отсюда второй вопрос справляемся ли мы с такой работой если какие-то сложности на этот счет все ли получается и если есть какие-то проблемы или сложности как их можно решить вопрос такой на который можно отвечать в течение часа как минимум их нет настолько что касается сложности в апреле было совещание по топливно-энергетическому комплексу по его результатам было поручение президента в адрес правительства до июня разработать новые логистические схемы поставок энергетических ресурсов на новые рынки разумеется указ не выполнен это вполне традиционно по моим прикидкам из тех указов которые получает правительство от президента выполняется в лучшем случае процентов 10 не знаю с чем связана такая традиция не связана ним не понимаю с чем связана традиция того что никак не реагирует администрация президента вообще распоряжение шефа надо следить отслеживать выполняется или нет что касается изменения схема маршрутов поставок вполне уверенно получилось с нефтью не до конца но тем не менее резко увеличились объемы поставок в индию в китай в три раза увеличила объема закупки российской нефти тихая турция надо отдать должное эрдогану можно как угодно относиться к турции к 300-летней истории русско-турецких войн но дон эрдоган который посредничает везде и повсюду он и в данном случае вполне уверенно на этих европейцев которые не вымирают спокойно зарабатывают деньги пару лет тому назад на территории турции компания сокар стоит у компания в азербайджан репаблик построил нефтеперерабатывающий завод разумеется перерабатывать нужно смесь разных марок нефти понятно что основные поставки идут из азербайджана но это нефть марки азри лайт это маловато нужно тяжелая нефти тяжелой нефтью является нефть марки euros соответственно все те европейские компании которые решили что российские нефтепродукты закупать они сами себе запретят запретили молодцы теперь у них есть возможность покупать не какие-то там российские нефтепродукты турецкие уже хорошо да это было связано со сложностями до был достаточно большой дисконт по отношению каталонной марки бренд если год назад этот дисконт составлял от 3 до 5 долларов за баррель это в этом году доходил до 40 причины тоже понятно компания судовладельцы боящиеся попасть под вторичные санкции наращивали тарифы компания страхующие боясь попасть под вторичные санкции наращивали тарифы и соответственно китайские и индийские покупатели вели себя совершенно логично многоуважаемые российские пастучки если я оплачу фракт по тем тарифам и страховку по тем тарифам которые мне предлагают мне ваш нефт неинтересно соответственно приходилось компенсировать за свой счет но дисконт который в мае достигал 30 а то и 40 долларов за баррель сейчас удалось снизить до 15 18 то есть процесс не быстро но как и говорили эксперты после начавшейся в феврале вахханалия на глобальную схему логистики поставок уйдет от года до двух собственно говоря в таком русле все и движется аккуратно без спешки могло быть быстрее но у россии нет своего танкерного флота если говорить о статистике то в три раза больше зарабатывают российские компании на углеводородах из-за роста цен тем самым обеспечивая в три раза большую прибыль компаниям кипра и компаниям греции именно этим компаниям принадлежат самые большие танкерные флоты они просто сразу подняли тариф и очень хорошо себя чувствует а мы помогаем зарабатывать им деньги потому что своего флота у нас нет как сказал один из выдающихся социологов современности министр торговли этой как ее там промышленности денис мантуров его ведомство вот это замечательное министерство начала думать не нужны ли россии дополнительные судостроительные мощности это серьезный шаг вперед раньше не думала теперь думают я думаю еще лет 15-20 таком режиме и что-нибудь да произойдет можно по-разному относиться к тому что я сейчас высказал но напомню что единственная в россии судостроительный комплекс способные строить танкеры нефтяные танкеры газовоза крупнотоннажная так скажем называется северная звезда его строительство началось 2009 году и продолжается сейчас большего позора в россии но я если честно не припомню завод который мы строим тринадцатый год безостановочно при этом генеральным подрядчиком на строительстве является китайская компания потому что соответствии с действующим россия и законодательством государства компания для строительства государственного объекта создать государственную компанию не имеет права обязаны проводить tender на дальнем востоке компания которая способна булевоизации за такое строительство просто не нашлось поэтому пригласили китайских товарищей у нас это в порядке вещей как ни странно федеральная антимонопольная служба которая отследила проведение тендера, большая благодарность лично от меня. Все в порядке. У нас это называется конкурентная среда. Большим шагом вперед, уже без иронии, я считаю, заявление корпорации «Росатом». Это уже серьезно, это уже по-взрослому. Считаю, что нужна отдельная верфь, которая будет заниматься только арктическим судостроением. Намечается, что строить ее будут в Кронштадте. Это, собственно говоря, условно можно считать второй очередью Балтийского завода. Балтийский завод – это тот завод, где построены все наши атомные ледоколы, и советские, и российские. Но он, простите, находится в центре Санкт-Петербурга. Дальше наращивать мощность уже просто негде. Физически просто негде. Насколько быстро это будет двигаться, сейчас эта инициатива прозвучала, одобрение президента она получила. Не исключено, что получит одобрение и самого министра финансов. Вдруг повезет. И в таком случае можно ожидать, что это произойдет достаточно быстро. «Росатом» быстро умеет. В отличие от многих других наших замечательных государственных организаций. Обратите внимание, что я даже не сказал российской железной дороге. Как мне это удалось, я не понимаю. У нас половина программы уже прошла, поэтому в этом моменте мы даем традиционную возможность перевести дух Борису Леонидовичу. А я вам пока за 30 секунд быстро напомню, что для нас очень важно, чтобы наша программа не только 6 сезонов этих отработала, но еще и появился 7-й. Ставьте обязательно лайки и постите в социальных сетях ссылки на нашу программу, чтобы как можно больше людей увидело и узнало всю эту интересную информацию, которую мы все вместе с вами имеем удовольствие слушать. И еще я вам напомню, что пишите свои вопросы. Конечно, в конце я постараюсь как можно больше их задать. Ну, обычно 10 минут мы на это выделяем. Может быть больше, может быть чуть меньше. В общем, пишите. В телеграм-канале у меня тоже обязательно пишите. Это самый быстрый способ, чтобы я увидел. Но мы заговорили о том, что происходит в энергетике России. Конечно, явно стоит вспомнить о весьма значимом и, наверное, может быть, едва ли не самым значимым событием вот этой недели, о Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке. По-моему, он у них вчера был последний день? Вчера был сегодня последний день, да. Ну, множество было политических новостей. Центральным событием, конечно, было выступление президента России Владимира Владимировича Путина. Как это, кстати говоря, было на Петербургском экономическом форуме, на котором мы с тобой были. Но вопрос к тебе не о политике. Ни в коем случае. О том, что нового для энергетической отрасли принес этот форум, эти встречи, эти договоренности. Что там вообще происходило? Ну, сугубо энергетического. Именно во время этого форума Росгидро сообщило о завершении строительства Усть-Средниканской ГЭС. Установлен четвертый гидроагрегат. Гидроэнергетика пока большая в России еще существует. Сколько-то времени она еще, наверное, может считаться существующей. Все оборудование наше, российское. Здесь никаких проблем с импортозамещением. Гидроагрегаты, силовые машины. Все вполне традиционно, как и последнюю сотню лет. Все, что нужно, сделано. Это вторая часть каскада на реке Колыма. Контроплотина, так называемая. Это возможность для колымской гидроэлектростанции нарастить объемы. Потому что контроплотина регулирует сбросы с той плотины, которая расположена выше. То есть водохранилище Усть-Средниканской будет регулировать то, что сбрасывает колымская гидроэлектростанция. Якорный потребитель там есть. Это золотодобывающий проект. Как будет использоваться остальная мощность, сказать пока сложно. Действительно огромное достижение для Росгидра, для нашей российской гидроэнергетики как таковой. Крайне романтические условия. Минус 60 зимой. Там, где построена Усть-Средниканская АГС, толщина вечной мерзлоты до 300 метров. Работать там приходилось в крайне жестких условиях. Я, конечно, очень надеюсь, что Росгидра, может быть, кино какое-нибудь покажет, как все это происходило. Потому что строительный сезон, который длится пока не настали эти бешеные морозы, как доставлялись такие грузы многотонные, это очень интересно. К сожалению, это единственная крупная гидроэлектростанция, которая в России строилась. И не исключено, что этой отрасли у нас больше просто не будет. В том случае, если не начнется реализация новых проектов. Что еще от Росгидра? Во время Восточного экономического форума состоялось открытие еще нескольких объектов в Якутии. Это новинка, это придумано специально для нас. Это электростанция нового поколения. Там масса улусов, поселков, которые не связаны энергетически ни с кем и ни с чем. Изолированы энергетические системы, где в советские времена были установлены дизельные электростанции, которым много лет исполнилось. На смену приходят ветросолнечно-дизельные электростанции, да еще и оснащенные аккумуляторными батареями. Идея до предела простая. Северный завоз это очень дорого, это очень сложно. Если речь идет о Якутии, то выглядит это там совершенно потрясающе. Как доставить дизельное топливо для дизельных электростанций, расположенных где-то там в глубине Якутии? Основная артерия река Лена. В Тикси по Северному морскому пути атомные ледоколы грузы помогут доставить в любое время дня и ночи. На самой линии ледоколов просто нет. Поэтому для того, чтобы доставлять вниз по течению, надо дождаться, когда сойдет лед. Доставить грузы до Якутска, например. Доставить по притокам до тех поселков, куда это можно доставить. Вот, допустим, зимой доставили до Тикси, лед сошел, до Якутска доставили, до каких-то еще транспортных узлов. Если поселок не расположен на реке, то дальше никак. Потому что дорог нет. Физически нет. Для того, чтобы доставлять вглубь территорию Якутии, надо дождаться начала зимы, проложить зимник в условиях полярной ночи. И вот только после этого доставить топливо для дизельных электростанций. Сколько стоит такое дизельное топливо, после того, как его доставили? Наверняка, если поднять бухгалтерские отчеты компании Росгидро, это видно. Но я думаю, там такие цифры, которые нас всех удивят. Почему идея с ветром и солнцем? Компания Росгидро не рассчитывает на то, что она зарабатывает деньги на повышение тарифов. Компания Росгидро каждый украденный киловатт-час у солнца, у ветра, пересчитывает в бочке дизельного топлива, которое не пришлось вести вот таким маршрутом. И вот таким образом эти электростанции совершенно спокойно окупаются. Не за счет того, что подняли цену, а за счет того, что перестали таскать вот эти замечательные бочечки. Запланировано 72 таких новых объекта. Сейчас, по-моему, открыли сразу 8. Процесс пошел. Кроме того, Росгидро зафиксировало, что ее электрозаправочная станция на Дальнем Востоке вышла в ноль. То есть те инвестиции, которые были вложены, за три года уже окупились. Почему на Дальнем Востоке, тоже понятно, потому что дешевые электромобили на вторичном рынке Японии и Китая есть возможность привозить. И электротранспорта легкового на Дальнем Востоке больше, чем в столице нашей Родины, как ни странно. Но этот процесс тоже идет. Из серьезных событий подписано соглашение рамочное между Росатомом и Мьянмой. Насколько можно судить, но пока еще расшифровки полной не было, не давал никто из Росатома интервью. Есть только сообщение от ТАС о том, что в Мьянме размышляют о малых атомных электростанциях, либо плавущих, либо наземных. Будем ждать подробностей. Чего бы то ни было такого еще более серьезного. Было очень интересное такое многоплановое интервью министра энергетики, опять же, компании ТАС. Ну, а так, собственно говоря, вот и все. Спасибо. А самый большой плюс, работая в прямом эфире, что можно получать новости и сразу же их комментировать. Министр иностранных дел, глава МИД, если угодно, Венгрии Петер Сиярта, наш старый друг, мы о нем много здесь говорили, сообщил, что министр энергетики стран Евросоюза не достигли решения по установлению потолка цен на российский газ. Ранее СМИ сообщали, ну, ранее, в смысле, полчаса назад, имеется в виду, что многие страны Евросоюза выступили против такой инициативы, она не получила широкий отклик. Итак, страны. Тут перечислены. Германия, Австрия, Венгрия, Греция, Чехия, Польша и другие. Против потолка. Против потолка. То есть, это перечислены страны, где у политиков крыша съехала не настолько сильно, чтобы бороться за потолок. Ну, в общем, не нашла отклика. Не знаю, ожидаемо это было, в принципе? Ну, ожидаемо совершенно, потому что есть совершенно четкое заявление лидера России, что при любой попытке отойти от действующих контрактов с «Газпромом», «Газпром» просто, если вы не выполняете договор, соответственно, вы мне развязали руки, и я не буду выполнять. Ну, давайте расстанемся с друзьями, мы вас будем помнить молодыми, чистыми, теплыми. Не хватает рюмки и кусочка хлеба, мне кажется, сверху такого черненького. Сегодня утром заметил на родном для нас всех сайте РИА.РУ, РИА.Новости, сообщение о том, что руководитель Приморского края просит правительство объявить ситуацию, объявить чрезвычайную ситуацию, наверное, так правильно сказать. Чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Федерального масштаба даже, да, так будет правильно. Опять тайфун, опять подтоплена огромная территория, нужно спасать людей, готовиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры. Я себе позволю коварный вопрос, а вот господа энергетики, могут сделать что-то, чтобы это хоть когда-нибудь прекратилось и закончилось уже? Ну, подозреваю, что далеко не все зрители поняли, что это был такой завуалированный, если угодно, вопрос о том, есть ли шансы на то, что на притоках Амура будут строить новый ГЭС, и это, соответственно, каким-то образом ситуацию сможет облегчить. Ну, в августе прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству Российской Федерации, ответственным лицом назначенным Михаилу Владимировичу Мишустину, о решении вопроса о строительстве трех гидроэлектростанций на притоках реки Амур в Приморском крае. Срок исполнения октября 2021 года, мы сейчас в сентябре 2022 года, поэтому вы уж извините, но у меня нет причин не констатировать. Поручение, разумеется, не выполнено. Как, опять же, вот какая-то у нас такая странная традиция. Что касается министра энергетики Шульгенова и его мнения по этому поводу, он его высказал, он профессионал, напомню, что предыдущее его место работы это генеральный директор компании Росгидро, он точно про это много что знает. Да, основные притоки Амура все-таки реки, текущие со страны Китая, поэтому противопаводка влияния нового гидроэлектростанций, конечно, будет, но не настолько масштабное, чтобы совсем уж все это прекратилось. По его словам, есть возможность сосредоточиться на двух гидроэлектростанциях, которые как раз вот принесут максимально противопаводковый эффект. Сколько это будет еще рассматриваться, когда будет принято решение, ответственное лицо не Николая Шульгенова, а Мишустин, Михаил Владимирович, я думаю, что если кто-то способен задавать вопросы этому человеку, то это было бы, наверное, разумно. А не думает ли правительство выполнить поручение президента? Да, они нужны, но, как всегда, в таких случаях у нас возникает вопрос. Да, гидроэлектростанция, которая в свое водохранилище могла бы принимать вот такие пополнения, которые приносят тайфуны, это здорово, но сколько времени потребуется на то, чтобы построить, и есть ли якорные потребители. То есть, есть ли хотя бы какой-то план, как окупить необходимые инвестиции. По мнению министра энергетики, решение может быть принято в ближайшее время. Стройка займет порядка пяти лет. Стоимость двух гидроэлектростанций обойдется в сумму, сейчас на скидку не помню, по-моему, порядка ста миллиардов. На выходе будет получена возможность, ну, установленная мощность будет около 800 мегаватт. То есть, соответственно, для того, чтобы это было реализовано, властям Приморского края потенциальным инвесторам предстоит напрячься и придумать, кто, собственно говоря, эту электроэнергию будет получать, для кого она будет вырабатываться. Либо, соответственно, заявить, что мы ничего с этим сделать не сможем, и попросить менеджера, который знает, как поступать с электроэнергией. Менеджера зовут Владимир Путин. Это его стараниями был подписан договор с Китайской Народной Республики о поставках электроэнергии в Китай. В этом году ожидается наращивание объемов на 25% по сравнению со средними годовыми. Рамочное соглашение Китай декларирует, что он способен покупать до 30 миллиардов киловатт-часов. Обычный объем 3 миллиарда киловатт-часов. Много разговоров о том, что очень дешево продаем. Для тех, кто не понимает, что такое дешево, что такое дорого, есть отдельные, теперь уже две лекции о том, что такое реформа РАО ЕС России, проведенная командой Анатолия Чубайса, как выглядят ценообразования в Российской Федерации. На YouTube-канале Аврора две беседы с Моисеем Мировичем Гильманом, одним из наших серьезнейших, выдающихся экспертов во всем, что касается промышленности и энергетики. Я буду гордиться тем, что мне довелось провести две беседы с ним. Там все это подробно. То, что поступает на нашим потребителям в России, электроэнергия по известным тарифам, связано с тем, что мы платим отнюдь не только компаниям-производящим, мы оплачиваем услуги федеральной сетевой компании, Россетям, гарантирующим поставщикам и территориальным сетевым организациям. В случае поставок электроэнергии за рубеж, который осуществляет наш монополист компания «Интеррау», вот всей этой цепочки просто нет. То есть есть федеральная сетевая компания, которая обеспечивает поставки по высоковольтным линиям, то есть по магистральным, так скажем, линиям. Отсутствует Россети, отсутствует гарантирующий поставщик, отсутствует территориальная сетевая организация. В результате, да, действительно, киловатт-час при поставках за рубеж порядка трех рублей потребители на Дальнем Востоке, так же, как и на всей остальной территории России, платят значительно выше. Причиной я уже назвал реформу РАО ЕС России. Я, конечно, был бы крайне признателен, если бы наше правительство посмотрело на результаты этой реформы, сравнилась с тем, что происходит сейчас в Европейском Союзе. Это наглядный пример того, к чему приведут реформы. То есть если мы будем работать в том же режиме, в котором работаем сейчас, то результат, вот если кто не понимает, посмотрите, сколько стоит электроэнергия сейчас в Европе, где все регулирует рынок, где нет какого-то там государства, которое мешает всем жить. Вот европейцы, которые платят по евро за киловатт в час, я думаю, они счастливы, у них рынок все порешал. Я бы был крайне признателен, если бы кто-то в очередной раз оценил результаты реформы РАО ЕС России. Для чего, зачем, почему нам вот в этой цепочке от производителя до потребителя требуются, помимо компаний, владеющих электростанциями, две сетевые компании, гарантирующие поставщик территориально-сетевые операторы. Для чего они нам? Напомню, что с учетом скорости движения электроэнергии в металлических проводах от момента генерации электроэнергии до момента ее потребления в ближайшей розетке проходит одна тысячная доля секунды. А мы за это время успеваем оплатить услуги пяти разных юридических лиц. Может быть, что-то не так? Спасибо за риторический вопрос. У нас совсем мало времени осталось. Поэтому, наверное, последний на сегодня вопрос. На минувшей неделе, я просто выбираю, какой из них будет последним из того, что я подготовил, но вот этот будет. На минувшей неделе Росатом участвовала в торжественной церемонии резки первого металла для будущей плавучей АЭС, которую корпорация будет строить для Чукотки, для медно-золотого проекта «Баимский ГОК». Скажи, пожалуйста, почему эта замечательная церемония происходила на китайской судоверфи? И, конечно, звучит красиво, по заказу казахской компании российская атомная корпорация приступила в Китае к производству и далее по тексту. Но почему Китай? Почему не Россия? Потому что в России просто нет свободных судостроительных мощностей. министерство торговли и этой промышленности уже начало об этом думать. Дело в том, что договор о поставке трех плавучих атомных электростанций на базе реактора «Ритм-200» — это соглашение с казахской компанией «Казминерал», с которой в 2027 году намерено начать реализацию проекта «Баимского ГОК». Это добыча руды, содержащей медь и золото, это ее переработка на месте, для этого требуется электроэнергия, и решение правительства России, что эту электроэнергию будет предоставлять «Росатом». У «Росатома» есть срок — 2027 год. Если «Росатом» будет ждать, когда какая-нибудь из российских судов верфи освободится для того, чтобы принять этот заказ, она просто не впишется. Вот, собственно говоря, весь ответ. Отдельный поклон нашему министерству торговли и этой промышленности. Дела у них идут неплохо. Мы строим, где можем. Напомню, что «Росатом», начав строительство плавучих атомных электростанций, и продолжая строительство атомных ледоколов нового поколения, разумеется, задумался о том, что необходимо техническое судно, которое будет снабжать свежим топливом и забирать топливо облученное. Оно просто необходимо. Да, атомные ледоколы только начали работать, но для того, чтобы к тому времени, когда это судно потребовалось, его надо строить. Его строят в Турции, потому что судостроительные мощности Российской Федерации заняты. Нам некогда. У нас свободных мощностей нет, а Министерство торговли и этой промышленности уже начало о чем-то думать. Будем надеяться, что процесс не быстрый, но когда-нибудь будет. Понятно, что все остальное, что входит в понятие атомная плавучая теплоэлектростанция, будет построено в Россию. В городе Подольске, разумеется. Разумеется, в Нижнем Новгороде. Разумеется, это будет собрано воедино на том же Балтийском заводе. Но корпуса мы строим там, где люди не отказываются от таких заказов. Сколько это будет продолжаться, сказать сложно. Напомню, что на только что прошедшем финансовом форуме премьер-министр Российской Федерации говорил о том, что для того, чтобы выстоять против антироссийских санкций с двумя буквами С, необходимо усилить поддержку малого и среднего бизнеса. Так что, ну, будем надеяться, что малый здесь средний бизнес поможет нам со строительством атомных плавучих электростанций. Спасибо. Переходим к вопросам зрителей. Сегодня какой-то ты, Борис Леонидович, ну, даже не знаю, как сказать, жесткий в оценках. Я не жесткий, я говорю то, что слышу, я просто повторяю. Сказано мало, средний бизнес. Люди будут удивлены. Все называют нас пропагандистами, которые только все хвалят. А мы говорим, вот видишь, как выяснилось еще и о проблемных точках, о болевых. Не умалчиваем это. Я просто напомню, что в 2014 году, перед запуском программы импортозамещения, была дана оценка, сколько именно торговых судов не хватает России, была названа цифра 600. Сейчас, в 2022 год, России не хватает 600 торговых судов. А уж выводы. Спасибо. Я просто цифры назвал. Спасибо. Я думаю, что все услышали. Я надеюсь, еще когда-нибудь услышат те, кто должен услышать. Вот так, наверное, скажу. Задавайте вопросы, дорогие друзья. Я их читаю. В ВКонтакте, я так понимаю, что вопросов пока у нас нет. Если в Рутюбе есть, то я попрошу нашего режиссера Сергея прислать мне их как можно быстрее. Если их нет, то, пожалуйста, сообщите, что их нет. Я пока озвучу те, которые пришли в Телеграм-канал. Вопрос ко дню шахтера. Ведутся ли работы по автоматизации или роботизации, заговорился, процесса добычи угля? Или это невозможно и шахтеры, как и сто лет назад, вынуждены работать руками? Ну, чисто руками не работает достаточно давно никто. Такие работы ведутся, но ведутся они у нас, разумеется, не централизованно, потому что в России ровно одна государственная угольная компания. Артик уголь, добывающая уголь или делающий вид, что добывающий уголь на Шпицбергене. Там есть целый ряд геополитических моментов, почему уголь надо добывать. Все остальное компании частные. Вот если они считают необходимым заниматься автоматизацией, роботизацией, они занимаются. А если нет, то нет. Напомню, что из того, что прозвучало на Дальневосточном форуме, это выступление губернатора Кузбасса Сергея Савилева с сообщением о том, что все новые инвестиционные проекты в Кузбассе, связанные с добычей угля, остановлены. На складах в Кемеровской области сейчас находится порядка 17,5 миллионов тонн угля, которые вывести невозможно. Российская железная дорога считает, что угольная промышленность Кузбасса должна работать вот в таких условиях. Сделать с этим ничего нельзя. Для тех, кто не понимает, о чем речь, есть проект под названием «Восточный полигон». Это расширение транзитных мощностей БАМа и Транссиба. Разделенный проект на три этапа. Первый из них должен был быть закончен в 2017 году. РЖД его завершило в 2020. Никто не наказан, все в порядке, работа продолжается. Буквально вчера мне подсказали, что по России 24 прошел замечательный репортаж о том, как идет работа на Восточном полигоне. Действительно, и корреспонденты, и представители РЖД, которые были в этой передаче, довольны тем, как идет работа. Передача начинается со слов о том, что на объекте сейчас работает 11 тысяч человек, делают все, что могут. Я, со своей стороны, замечу, что в соответствии с графиком реализации проекта «Восточный полигон» в 2022 году на Восточном полигоне должны были работать 20 тысяч человек. Так просто к слову. Из этих 11 тысяч человек, напомню, одна тысяча – это железнодорожные войска Российской Федерации, полторы тысячи специалистов предоставила Федеральная служба исполнения наказаний. И порядка одной тысячи – это такое стандартное, постоянное число постоянно меняющихся людей, это студенческие стройотряды. А все остальное – это те специалисты, которые наша замечательная компания «Российские железные дороги» смогла привлечь для работы на этом объекте. Предложение Сергея Савилева достаточно, на мой взгляд, адекватное. РЖД – это эксплуатация железной дороги, необходимо разделить функции строительством железных дорог, должно заниматься Министерство строительства. Российская железная дорога тогда получит возможность сосредоточиться на всем, что связано с эксплуатацией огромной протяженности нашей российской железной дороги, подвижной состав, оборудование, станции и так далее. Пока инициатива не прозвучала, РЖД очень недовольна таким предложением, она считает, что у нее все очень неплохо получается. Еще пару таких программ, и я перестану болеть за футбольный клуб «Локомотив», чем я занимаюсь последние 20 с лишним лет. Ну, я напомню, что, по-моему, в предыдущей передаче мы это уже говорили, до сих пор неизвестно, куда делся «Золотой костыль» с дороги Кузыл-Курагина. Говорили, да. Следствие пока не нашло. Есть твердое обещание, что в этом году все непременные РЖД расскажут, когда он начнет строить северный широтный ход. Напомню, что он заканчивается на Новом Уренгое, но еще в советские времена была закончена железная дорога на Новую Уренгое – Ямбург. Ямбург – это не только город, не только аэропорт, но и порт в Обской Губе, практически на Севоморпути. Продолжительность северного широтного хода порядка 700 километров. Для того, чтобы было с чем сравнивать, не дождавшись решения РЖД, начато строительство новой железной дороги от месторождения Угля-Ильга до побережья Охотского моря – 500 километров. Строит частная компания «Эльга Уголь». Вот эти 500 километров она рассчитывает, что закончится через два года вместе с новым портом. А РЖД, ну, решение о том, что северный широтный ход нужно строить, было принято в 2018 году. Сейчас 2022-й, и есть обещание, что в этом году появится план строительства. Спасибо. Александр Григорьев, недооценил я ВКонтакте, ВКонтакте тоже начали люди писать. Александр Григорьев, в частности, интересуется, может разделить, может стоит разделить торгашей, спекулянтов и промышленность производителей, как может один человек действовать в интересах и того и другого. У них вроде разные интересы, нужно пошлину поднимать для роста производства, но это плохо для торговли. Как тогда быть с этим конфликтом в лице одного человека и ведомства? Ну, я не знаю, кто-то же принял решение о том, что у нас должно быть именно Министерство торговли и промышленности. Кто-то написал регламент его работы, возглавляет его достаточно долгое время Денис Мантуров. У него есть 11 заместителей, среди них есть два человека, имеющих профильное образование, что, на мой взгляд, достаточно серьезно. Есть два политолога среди заместителей министра промышленности, есть один африканист, выпускник Московского университета, и остальные, это специалисты по муниципальному управлению, заканчивая соответствующие вузы. Вот они руководят и промышленностью, и торговлю для одновременности. Спасибо, спасибо, спасибо. Остановимся на этом. Я не специалист по государственному управлению, я просто рассказал, вот как выглядит. Остановимся на этом, пока не поздно. Людмила, не только Людмила, вот Людмила ВКонтакте пишет, почему Россия поставляет газ в Латвию, несмотря на антироссийские выпады. А в телеграм-канале Людмиле Вторит, значит, кто это, подождите, писал? Дмитрий. Газпром до сих пор ведет поставки газа в Латвию, сегодня новость была, а могли бы устроить показательную порку с минимальными потерями для России. Интересует мнение БЛМ по этому вопросу. Я напомню, что было официальное заявление руководителя компании «Латвия с газа». Компания «Латвия с газа» – это торгующая компания, импортирующая, продающая. Она не отвечает за газопроводы, не отвечает за подземное хранилище. На всякий случай напомню, что 34% акций компании «Латвия с газа» принадлежит компании «Газпром». Тем не менее, руководитель «Латвия с газа» сообщил о том, что покупки за рубли не ведутся. То есть, это не поставки «Газпрома». Покупки идут, российский газ идет, и господин Калватис этого не скрывает. Но он покупает не у «Газпрома» и не за рубли. Точка. Есть целый ряд европейских компаний, которые не ведут ничего плохого в том, чтобы покупать газ за рубли. А уж как они его продают, почему он оказывается в «Латвии», это вряд ли вопрос к «Газпрому». Большое спасибо. Следующий вопрос у нас такого характера. Алексей, Борис Леонидович, почему в Европе не пошла концепция добычи тепла земли с помощью тепловых насосов? Это что, дорого? Если в Европе не пошло, ну действительно, человек сам себе ответил, что это дорого. Это дорого, это не настолько комфортно для промышленных предприятий. Конечным потребителям это, если у вас частный дом, просто дорого. Дорого и все. Все можно, но весь вопрос ценил вопрос. Скорее всего, завершающая на сегодня реплика от наших зрителей. Борис Леонидович, почему нельзя вот прямо сейчас законсервировать запорожскую АЭС, чтобы полностью исключить любые ЧП с ней? Удивляет рискованное продолжение ее работы и постоянные жалобы на обстрелы. Тем более, если еще и какая-то часть энергии идет на оккупированные нацистами территории бывшей Украины. Бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Ну, давайте напомню, что шесть реакторов – это шесть реакторов. Это не только реакторы, это шесть бассейнов выдержки, где находится топливо, закончившее топливную сетью, то есть излеченных из активной зоны. И то, и другое нужно постоянно охлаждать. Вода должна циркулировать, иначе будет беда. Для того, чтобы насосы работали, нужна электроэнергия. Сейчас работает ровно один реактор из шести имеющихся, и у меня есть сильное подозрение, что основная часть выработки идет как раз на то, чтобы охлаждать активные зоны. Даже если они не работают, ядерные процессы там идут, лишнее тепло в обязательном порядке надо снимать. То же самое касается бассейнов выдержки. Что касается поставок на ту территорию, которую контролирует киевский режим, ну, давайте вот дадим возможность поработать юристам и бухгалтерам. Напомню, что то топливо, которое находится сейчас в активной зоне реакторов Запорожской атомной электростанции, приобретено компанией «Энергоатом» украинской за деньги бюджета или за свои прибыли. Я уж не знаю, там не вдавался в подробности. Поэтому прекращение любых поставок, ну, это, извините, смахивает просто на грабеж. Я думаю, что там юристам и бухгалтерам, чтобы разобраться во всей этой сцепке, кто кому поставлял, откуда взялось топливо. Там есть российское топливо, которое в России же купили, есть топливо в Вестингхаузе. Я думаю, что рано или поздно мы дождемся оценок специалистов, как реакторы выдерживали смесь двух топлив от Вестингхауза и от Росатома. Вот решать вопрос в лоб, с криками «нацисты», ничего не произойдет, но это, конечно, хорошо. Но мир, он не очень черно-белый, он местами серенький, кое-где в крапинку и в полосочку. Я очень надеюсь, что на следующей неделе наша программа, наша пятница будет и не только в крапинку и в полосочку, но и будет очень яркой. Появятся новые события на следующей неделе, соответственно, итоги которых мы будем подводить. Я, может быть, расскажу, как прошла конференция «Сверхновая Россия» в Австронике, как совсем недавно выяснил, принимающего участие в Питерском международном газовом форуме. Точно поедешь? Нет. Как-то вот очень поздно сообщили, что нужно ехать, ограничить, приняли решение, что ограничить, как это называется, Zoom, Skype, специальное слово. А в онлайн? В онлайн. Ну, тем не менее. Будем следить, будем следить. Друзья, поддерживайте наш канал, оставайтесь с нами. Я очень надеюсь, что сегодня мы рассказали, ну, что значит мы, Борис Леонидович, рассказал, я задавал вопросы, в том числе и ваши, и вы узнали, я надеюсь, много нового и интересного. И на следующей неделе, в следующую пятницу вы снова прильнете к экранам и будете смотреть капитал шоу «О чем другие молчат» вместе с вашим покорным слугой Маратом Косемом и улыбающимся сейчас главным редактором журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Обязательно заходите на «Геоэнергетику», в том числе на Ютубе, они там еще остались, последний из Магикан. Так что поддерживайте их. Спасибо огромное. За нашими оперативными новостями, на нашем Телеграм-канале мы стараемся сообщать все, что у нас получается, есть какие-то новые проекты. А, ну да, меня же просили, обязательно заглядывайте в понедельник в 21.00 на передачу «Геоэнергетика.Лайф» на волнах «Соловьев.Лайф». Вот. Сказал. Все сказали, все объявили. Спасибо, друзья, и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok